Помните, как мы говорили, что богатыми становятся во время рецессии? Что ж, даже несмотря на то, что уверенность потребителей в рынке жилья упала до самого низкого уровня за всю историю, увольнения в технологическом секторе становятся все более и более частыми. Да и к тому же успело уже отчитаться 91% всех компаний из индекса S&P 500. Из них только 69% показали результаты высшей ожиданий, что ниже среднего показателя за 5 и за 10 лет. Но самые свежие данные по инфляции предполагают, что, возможно, этот медвежий рынок может официально подойти к концу. В конце концов, некоторые акции уже успели упасть более чем на 50-60% в 2022 году, а рынок недвижимости начинает снижаться со своего пика. И S&P 500 показывает свой лучший день с 2020 года. И потому-то чрезвычайно важно понимать, что хотя все это и вправду кажется очень хорошей новостью, но то, что поднялось вверх, может также быстро скатиться и вниз. Так что давайте посмотрим на последние данные по инфляции и что это может означать для будущего фондового рынка. Всем привет, меня зовут Вернар и здесь на канале я делюсь с вами разной полезной информацией из мира инвестиций, а также делаю разборы на разные компании и показываю, сколько можно было бы заплатить за их акции, чтобы вы за них не переплатили. Если вам интересны эти темы, то обязательно подписывайтесь на этот канал, а также на мой инстаграм. Итак, во-первых, когда дело доходит до инфляции, прежде чем мы перейдем к точным цифрам, нам нужно прояснить один момент, который важен для полной картины. Когда люди говорят про инфляцию, в первую очередь они имеют в виду ИПЦ, что означает индекс потребительских цен. Этот показатель демонстрирует среднеизвешенное значение наиболее частых потребительских покупок и отслеживает их изменения ежемесячно и из года в год. Это то же самое, что взять продуктовую корзину и положить туда расходы на машину, аренду, продукты и здоровье. А затем проследить, как меняется цена всей этой корзины по сравнению с прошлым месяцем или же с прошлым годом. Если цена растет, значит наблюдается инфляция, а если падает, это означает, что вы спите. Однако у такого расчета есть свой изъян, так как оказывается, что он может быть не совсем точным, как у некоторых из этих товаров в корзине подвержены краткосрочным колебаниям. И поэтому придумали альтернативу, известную как базовая инфляция. Этот показатель исключает из своей корзины продукты питания и энергии, которые, как известно, намного более изменчивы в зависимости от условий, которые находятся вне нашего контроля. Такое исключение делает уровень базовой инфляции более точным, чем общий уровень инфляции при измерении базовых тенденций. И именно поэтому центральные банки чаще предпочитают использовать уровень базовой инфляции при определении денежно-кредитной политики. Надеюсь, с этим все понятно. Теперь давайте к цифрам. Впервые за целую вечность обычная инфляция снизилась в октябре до 7.7%, что было ниже ожиданий и на полпроцента меньше, чем мы видели месяцем ранее. Это также был самый низкий показатель за 12 месяцев с января. А это означает, что Джером Баул действительно выполняет свою работу. Хоть и на самом деле индекс потребительских цен вырос всего на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом исчислении он все же оказался ниже предыдущих месяцев. Итак, почему же инфляция начала падать? Это в основном за счет снижения цен медицинского обслуживания одежды, подержанных автомобилей и энергии. Все остальное, такое как еда, жилье и транспорт, по-прежнему выросли, но гораздо медленнее, чем месяцем ранее. Теперь, конечно, очень важно понимать, что не все продукты в отчете имеют одинаковый вес. В конце концов, вы же не ожидаете, что будете тратить столько же денег на одежду, сколько и на жилье. Ну, наверное. Таким образом, каждый компонент в корзине по-разному влияет на динамику ИПЦ. И если смотреть на октябрьский отчет, то индекс жилья способствовал более чем половине месячного прироста. Но если посмотреть чуть более детальнее, нам придется обратить внимание на базовую инфляцию. В то время как общая инфляция выросла на 7,7%, но если исключить цены на продукты, питание и энергию, то базовая инфляция составила 6,3%. И, наконец, откатилась со своего 40-летнего максимума. И это значение оказалось ниже ожиданий аналитиков. И как вы можете предположить, фондовый рынок сразу отреагировал на новости о том, что инфляция оказалась ниже ожиданий. Даже президент Федеральной резервной системы Филадельфия официально заявил, что не возражает, если они возьмут короткую паузу в повышении ставок, чтобы посмотреть, как пойдут дела. И только потом, если потребуется, можно будет продолжить ужесточение. И такой ход событий привел к крупнейшему дневному ралли S&P 500 с 2020 года. Он вырос на 5% за один день. Как обычно, фондовый рынок думает наперед и начинает оценивать вероятность того, что ФРС может приостановить повышение ставок в начале 2023 года, по мере того, как цены начнут снижаться. К примеру, Морган Стэнли считает, что экономика США вырастет в следующем году на 0,5%. На это будет влиять значительное замедление роста числа рабочих мест и продолжение роста безработицы. Они полагают, что Федеральная резервная система США в 2023 году оставит ключевую ставку на высоком уровне, поскольку инфляция будет оставаться повышенной. Хотя ее пик и придется на 4 квартал 2022 года. Суммарный эффект жесткой кредитно-денежной политики в 2023 году продолжит ощущаться и в 2024 году. Однако, если помните, то Майкл Бьюри предупреждал нас в прошлом, что инфляция проявляется скачками. Она как бы снижается, обманывает людей, а затем снова возвращается. На диаграмме показано то, что с 1940 года инфляция никогда не была единовременной, а затем исчезала. Поэтому, когда люди видят снижение инфляции, они начинают праздновать, тратят больше денег, а затем инфляция снова возвращается. Все это из-за того, что называется скоростью обращения денег. Этот показатель отслеживает, как часто каждый доллар фактически тратится, а затем как часто он циркулирует в экономике. Например, если рядовой гражданин потратит 10 долларов в ресторане, который затем заплатит 10 долларов своему официанту, который в свою очередь потратит эти 10 долларов в продуктовом магазине, который затем платит эти 10 долларов оптовику, чтобы заплатить за продукты, а оптовик в свое время тратит эти 10 долларов у фермера. Получается в этой схеме скорость обращения денег равна 5 Потому что деньги переходили из рук в руки 5 раз Из-за этого как раз таки Майкл Бьюри отмечает, что несмотря на то, что Федеральная резервная система забирает деньги из экономики Повышая процентные ставки, средний доллар теперь тратится чаще, что приводит к более высокой скорости обращения денег И из-за этого инфляция будет оставаться высокой, даже если в краткосрочной перспективе она может временно утихнуть Стоит также отметить, что даже Белый дом провели анализ инфляции за каждый год после Второй мировой войны И они выяснили, что в каждом случае инфляции требовалось несколько лет, чтобы нормализоваться с пика И она никогда не стабилизировалась всего через несколько месяцев Так что несмотря на то, что это фантастическая новость, стоит быть осторожным Поскольку даже миллиардер Карл Айкон считает, что мы все еще находимся на медвежьем рынке Поэтому даже несмотря на то, что технологические акции показали свой лучший день после кризиса 2008 года Все же некоторые инвесторы разделяют мнение Бьюри и Айкона в той или иной мере И у них возникают сомнения насчет того, как долго может продлиться такой камбэк В предыдущие годы, как например после того, как лопнул пузырь.кома в марте 2000 года Распродажи занимали много мучительных месяцев А на рынке отмечались большие колебания вверх и вниз Это, так сказать, поучительные ссори для инвесторов, которые надеются, что худшие уже позади После ралли акций на прошлой неделе Хотя с начала года многие акции упали, многие технологические компании по-прежнему могут быть дороговатыми Если какая-либо акция упала на 60%, то это еще не означает автоматом, что она дешевая Говорит Дэвид Эйсверд из Tiro Price И как раз для этого я на канале делаю разборы компании с расчетами их справедливой стоимости А также у меня есть и страница на патреоне, где мы дополнительно оцениваем по 3 компании в неделю В поисках хороших компаний со недооцененными акциями Если вы тоже хотите получать больше оценочных видео или запросить расчет компании, интересующей именно вас То присоединяйтесь ко мне на патреон Ссылка будет внизу в описании под этим видео и в закрепленном комменте Плюс ко всему этому наблюдается и неспокойствие на рынке криптовалют Особенно после ситуации на прошлой неделе Отрасль столкнулась с самой большой проблемой, когда в пятницу один из самых известных бирж FTX объявила о банкротстве И как все это теперь повлияет на настроение криптоинвесторов Когда даже крупные биржи могут так быстро уйти под воду Да и к тому же поползли слухи, что и у другой биржи Crypto.com не все в порядке Но конечно, что и как будет, покажет только время А тем временем цены на биткоин и эфириум упали примерно на 75% по сравнению с прошлогодними хаями Итак, с точки зрения того, куда мы теперь движемся отсюда, то есть и хорошие новости Потому что с приближением промежуточных выборов мы можем увидеть и рост цен Итак, вот что есть интересного, когда дело доходит до выборов Исторически наибольшую прибыль приносил президент-демократ И когда палата представителей сената были разделены между партиями И при таком конгрессе среднегодовая доходность составляла 13,6% Но в конечном счете наибольшее влияние оказывал не столько президент, сколько важность наличия разделенного конгресса Который показывал самую высокую доходность 17,2% Поэтому, согласно прошлым результатам фондового рынка, разделение конгресса лучше, чем преобладание одной или другой стороны Если спросить почему, то скорее всего из-за того, что фондовый рынок любит предсказуемость И когда в правительстве есть равное представительство обеих сторон, маловероятно, что какой-то новый законопроект будет быстро принят Что дает более стабильные условия Это означает, что не будет каких-то резких скачков налогообложений, стимулирующих выплат Или каких-либо других изменений, которые могут повлиять на рынок И в результате рынок идет вверх Но всегда надо помнить, что это только среднее значение И всегда будут исключения, независимо от того, кто будет у власти Но в целом ралли, конечно, может продолжиться, особенно если вы поставите лайки, подпишитесь на канал Если вы все еще этого не сделали Спасибо, что досмотрели это видео до конца С вами был Вернар, увидимся в следующем ролике Всем пока!